всем здорово друзья с вами мамонт и в этом видео будет топ 10 новых фактов о стендов 2 все эти факты абсолютно новые так что пристегнитесь приятного аппетита и приятного просмотра кстати ребята я тут попросил промокоды на голд пас чтобы участвовать в конкурсе на розыгрыш промокодов голды и так далее нужно просто подписаться на мой канал и оставить комментарий со своим айди кстати насчет итогов на 9 промо не волнуйтесь они уже вот-вот готовы первый факт связан с наградой за клановые воины для тех кто получил этот щиток у меня есть хорошие новости ну и новость опасная для вас если вы посмотрите этот ролик она станет для вас безопасный самое главное не наклеить сверху этот щиток на наклейку так как наклейка просто испарится и вот я найду у себя какой-то скин самой дешевой наклеечкой нужно полистать и найти например тот же файсовен зона 9 на нем у меня есть лаки стары попробуем наклеить сверху на эту наклейку щиток все лаки стар исчез ну а сейчас я попробую продать скин с этим щитком ищем тот самый файсовен вот он настоящий файсовен я его продаю за 5000 голды ну а теперь захожу я в инвентарь мой щиток остался там короче продать его или слить избавиться любым способом у вас не получится эта наклейка у вас навсегда я еще думаю если бы разработчики добавили отдельные коллекции щитков которые можно продавать на рынке или пак щитков блин это же круто их можно наклеить и отклеивать и так второй факт у нас есть новый режим союзники в первом сезоне у нас был всего лишь один режим с которого можно было получить награду это матчмейкинг с помощью матчмейкинга в конце сезона мы могли получить какую-то награду например брелок за 9 во втором сезоне мы получили брелок феникса но во втором сезоне мы еще и получили щиток от клановых войн ну а сейчас у нас есть еще и союзники поэтому я думаю что нас ждет еще какой-то новый приз за союзников нам дадут что-то интересное поэтому я буду апать глобала возможно это будет какая-то отдельная медаль либо крутая аватарка которую можно будет использовать блин я уже в предвкушении мне интересно что же это может быть но самое главное что это будет целых три подарка от разработчиков в конце третьего сезона смотрите в первом сезоне была одна награда во втором сезоне две награды а сейчас будет три награды это третий сезон и три награды капец совпадение получается то есть каждый сезон увеличивается награда на одну третий факт ребята не покупайте кейсы почему потому что этот факт говорит о том что с них нифига не падает не ну на самом деле падает но шанс настолько мал что я который открыл 90 кейсов не выбил ни одной арканы если вы хотите открытие кейсов я могу его загрузить на второй канал если вы здесь наберете 5000 лайков на второй канал ссылочка будет в описании обязательно подписывайтесь и на телеграм-канал и на второй канал кстати до empire коллекции я открывал еще фейбл и не раз я постоянно тратил 100 300 500 голды когда она у меня появлялась в итоге примерно я потратил за этот год 20 тысяч голды на кейсы и получается из 200 кейсов мне выпала одна бабочка starfall и все это очень обидно столько голды а ничего не выпало четвертый факт на обычный нож нету секретной анимации но есть удаленная анимация которую нам слил спиди террор и вот она та самая удаленная анимация из обычного ножа вот он достает вторую руку и типа укололся у меня есть предположение почему разработчики убрали эту анимацию первое предположение сходство с кс гоу в кс есть похожие анимации поэтому разработчики передумали и не захотели принимать на себя большинство хейта типа вот вы опять украли что-то с кс гоу второе предположение это неэстетично каждый раз резать палец и это ну как-то глупо и некрасиво поэтому я в принципе придерживаюсь первого варианта но второй тоже уместен пятый факт сервера в стенд-оффе настолько перегружены что никакие аватарки не отображаются разработчики специально удаляют с рынка все аватарки чтобы люди не перегружали сервера сейчас огромный актив стендов 2 тем более кейсы вышли на рынок и новые скины поэтому из-за этого станок еще больше лагает и катка может вылетать и вот разработчики нашли крутое решение просто удалили аватарки и стендов 2 это все на время не волнуйтесь в будущем их добавят вообще респект разработчикам за такие выходы из сложных ситуаций лучше бы еще и закрыли кланы на ремонт меньше бы сервера нагружались плюс клановые войны почти никто не играет сейчас новый режим союзники все в него катают а еще лучше закрывать на учет рынок чтобы легче и комфортнее было играть да ладно ладно шучу я я пошутил ребят никто не будет закрывать рынок на учет это же рофл шестой факт travel is back пополняется новыми наклейками с этих пор travel is back по ходу всегда будет в новых пасах в стендов 2 то есть всемирное путешествие будет собирать разные наклейки в свою коллекцию из каждым пасовым наклеек в travel is back будет все больше и больше travel is back у нас уже есть карты всякие прикольные наклеечки теперь будут еще больше наклеек и это очень круто и красиво и эстетично и если например еще пройдет год там появится еще больше наклейки это будет самая большая коллекция в стендов 2 ну это если не считать 100 треки в кейсах ну и скины из боксов 7 факт новая иконочка бонуса после get бонуса этой надписи бонус не было никогда но с обновлением 0 16 0 и и добавили и теперь эта иконочка с нами навсегда на самом деле чем больше всяких мелочей в обновлениях тем глобальнее само обновление представьте если бы еще можно было глушить чат во время катки закрывать профиль скрывать лс и так далее жалко что разработчики так мало уделяют времени мелочам всегда какие-то грандиозные добавления скины новые кейсы пас новая карта и так далее но я очень хочу какое-то отдельное обновление который изменит интерфейс настройки звука отдельные и так далее чтобы сделать игру намного удобнее например тоже левая стрельба убирание худа и так далее куча функций которых просто убрали не вернули я до сих пор жду контраст чтобы вернули новые настройки графики в stand of 2 кстати сорян за дикцию сейчас на улице у меня 4 утра я записываю ролик поэтому бывает что я иногда путаюсь и это прям люто 8 факт flipknife обновили анимацию ребята я уже загружаюсь осмотреть новый flipknife но посмотрите что мне прилетело по заказу только что это жесть я заказал блок и он не прилетел за 65 голды офигеть три легендарных наклейки и 4 4 ерс это жесть и так что с нашим flipknife новый удар да да он проворачивает его в руке смотрите офигеть реально прокручивает на пальцы и так это и круто это это очень классно кстати блин я ошибался ребят на самом деле разработчики добавили очень много крутых мелочей и это радует